Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Стричков Никита. Я являюсь сотрудником компании 1С, занимаюсь в компании исследовательскими проектами и параллельно занимаюсь кафедрой нашей базовой инфистехи в МФТИ. Надеюсь, вы слышали о нашем вузе, я сам я не согласен выпускником. Соответственно, я хочу рассказать о том, как мы подходим к организации обучения. Для начала скажу, что такое вообще МФТИ. Это классический вуз с фундаментальным образованием. Внутри него есть деление на школы. Соответственно, наша кафедра находится в школе прикладной математики и информатики на факультете инноваций и высоких технологий. Там есть три направления подготовки, указанные на слайде. Важно понимать, что на физтехе огромный проходной балл. Последние три года он держится на уровне 298 по трем экзаменам. И на физтехе очень много компаний, которые также имеют свои базовые кафедры, с которыми мы вынуждены конкурировать. Соответственно, там, Яндекс, Аби, Майл.ру, Тинькофф, Касперский, все что угодно, Акронис. Акронис – это вот базовые кафедры на нашем только факультете. Поэтому мы обязаны были предложить студентам что-то интересное, что-то новое, потому что деньгами их уже не привлечь. Они идут уже туда, где интересные задачи. Соответственно, как построено обучение? Первый и второй курсы – это общефакультетские дисциплины, кафедральных дисциплин нет. В конце второго курса студенты выбирают кафедру, проходят отбор, и весной третьего курса начинают учиться. Соответственно, на третьем курсе – это один день, и на шестом курсе – это вся практически неделя. То есть там из занятий на факультете остается только иностранный язык. Но при этом мы понимаем, что, например, осенью третьего курса у студентов уже есть свободное время, и предлагаем им по желанию начать обучение уже сейчас. Соответственно, на кафедре мы в марте-апреле проводим презентацию, рассказываем, что у нас есть, и в мае проводим собеседование. Конкурс на кафедру у нас сейчас достаточно большой. Один курс факультета – это порядка 90-95 человек. В том году к нам на собеседование приходили 65, и отобрали мы 30. Собеседование проходит очень долго, очень сложно. Одного человека собеседует обычно 2-3 разработчика, собеседование идет 2-3 часа. Соответственно, на то, чтобы прособеседовать весь этот поток, уходит неделя, и человек 15. Но, тем не менее, мы в процессе собеседования делаем выводы не только об умениях студента, но и о том, что ему больше интересно. И уже в этот момент, то есть в конце второго курса, у себя в голове помечаем, в какую команду мы его будем готовить, и куда он больше всего подойдет. На кафедре есть два направления обучения. Это системное программирование, ну, это, собственно, под нашу собственную задачу разработка платформы 1С-предприятий. И направление, которое мы называем ERP, оно же прикладная разработка. Это для цели, это наша внутренняя разработка типовых решений, либо же крупные франчайзеры. Что мы предложили студентам нового на направлении системное программирование? Мы сказали, ребята, у вас нет фиксированной учебной программы. У вас есть 55 курсов, которые разбиты на 5 уровней сложности. И все они между собой связаны. Нельзя прийти, например, на программирование под Android, не выучив базовую Java. Просто потому, что вы должны это знать. Соответственно, это в интерактивном виде, сейчас это будет позже, студенты видят, выбирают, до чего они хотят дойти. Сразу видят дерево курсов, что им нужно пройти, как это сделать. Почему мы обязательно требуем прохождения предыдущего уровня? Потому что, так как предмет не привязан к курсу обучения, получается, что к преподавателю может прийти третикурсник и шестикурсник. Чтобы преподаватель работал продуктивно, нужно, чтобы у них у всех был одинаковый входной уровень. Для этого мы и требуем прохождения предыдущих курсов. Курсы читаем тоже в разных форматах. Классические и кафедральные. Соответственно, это лекции, семинары. Все как всегда. Факультетский курс – это особенность физтеха. На факультете, на старших курсах часто предлагаются курсы по выбору. И мы иногда говорим студентам, ну вот выбери на факультете вот это, это пойдет тебе в обучение на кафедру. Мини-курсы – это в основном по технологиям, по конкретным узким технологиям, которые нужны в конкретном направлении. Это несколько занятий по полтора-два часа. И курсы для самостоятельного изучения – это, ну, когда, например, идет речь о познакомиться с синтаксисом не очень популярного языка, который применяется в одной узкой задаче, предлагается студенту это разобраться самостоятельно под руководством куратора. Ну, и студенту выдается список вопросов, там список рекомендованной литературы и итоговые задания. Также мы дополнительно разработали, что любой курс можно закрыть либо классическим способом, то есть это либо экзамен, либо какой-то зачет по практике, либо же любой курс можно сдать экстерно. Потому что текущая ситуация такова, что в IT много студентов приходят и говорят, знаете, мы это уже знаем, мы не хотим целый семестр тратить на то, чтобы этот курс пройти. Мы говорим, замечательно, приходи к нам на собеседование, садись с тремя разработчиками, беседуйте полтора часа, дальше они говорят свой вердикт. Если двое из трех говорят, что студент это знает, мы тебе этот курс засчитываем, ты продолжаешь обучение. Соответственно, это играет важную роль в отношении студентов к занятиям. То есть они понимают, что вот у меня есть интересный курс, чтобы мне его начать учить, я должен сдать вот это. Он уже не говорит, что, ой, ну сейчас я похожу в семестр сюда, а потом приду вот сюда. Он говорит, он пишет вот мне, я такой-то, такой-то, вот этот курс беру для самостоятельного изучения, через две недели планирую прийти сдать. Через две недели он приходит, сдает, приступает к изучению того, что ему интересно. Какой контроль с нашей стороны? Для завершения успешного бакалавриата мы требуем, чтобы студент закончил три курса третьего уровня. Ну, как бы, по нашей схеме курсов получается, что, чтобы это выполнить, нужно пройти порядка 25 дисциплин разных уровней. Ну, и для успешного выпуска из магистратуры необходимо закрыть один курс пятого уровня и уже пять курсов третьего. Соответственно, это получается около 32-34 дисциплин. Минимальная нагрузка в семестре определяется требованиями института по учебной нагрузке студента. И максимальное количество мы не ограничиваем. Вот это пример. Это вот часть нашей схемы курсов. Если вам интересно, я готов отправить, просто в слайд вставлять нереально. 55 слайдов, 55 курсов в огромной схеме, это просто не читаем. Это вот часть. Допустим, студент хочет пройти курс анализа изображений. Этот курс третьего уровня. Для этого он должен знать базовый C++. Для этого он должен пройти продвинутое машинное обучение. Соответственно, чтобы пройти продвинутое машинное обучение, он должен пройти теорию вероятностей, базовое машинное обучение и математическую статистику. То есть, студент выбрал курс один третьего уровня. Вот, соответственно, добавилось еще пять дисциплин, которые он обязан сдать, чтобы просто прийти на этот курс. Ну, опционально R или Python. То есть, еще больше. В чем плюсы этой системы, как нам кажется? Что студент может двигаться в том направлении, которое ему интереснее. Он сам занимается организацией своего учебного процесса, решает, когда ему удобнее что-то учить, что-то сдавать. Он может ходить на занятия, может учиться дома, может в любой момент изменить интерес. Ну, понятно, целясь на то, что к завершению баклавриатора магистратуры он должен выполнить определенные требования. При этом, конечно же, мы понимаем, что студенты это очень такая свободолюбивая среда, поэтому стараемся их плотно контролировать. Контролировать не запретами, а скорее периодически приглашая их побеседовать, что хочешь, что занимаешься. Ну, может быть, ты уже попробуешь какую-то практику, может быть, придешь к нам. Сейчас я подробнее о том скажу. Дисциплины, которые мы читаем, у нас шесть блоков. Это языки программирования, прикладные дисциплины, вспомогательные дисциплины, это IT-блок, и фундаментальные дисциплины, айтишные, математические и машинное обучение. Дальше я подробнее расскажу об этом. Языки программирования. C++ – это разработка платформы. Основной практически наш язык. Дотнет – для веб-сервисов, Java – для платформы, Java – для Android, Python, Objective-C, Swift – это для iOS-разработки, и R – это для статистики и для машинного обучения. Дальше мы считаем и придерживаемся позиции МФТИ, что современная тенденция образования с уходом от фундаментальных дисциплин – это неправильно. Чтобы учить практики, человек должен знать основы. Тогда он сможет дальше это развивать. Поэтому мы в обязательном порядке. Читаем теорию вероятности, дискретную математику, случайные процессы, линейную алгебру, теорию решеток. И считаем, что знание теории решеток, например, необходимо для того, чтобы получить грамотного специалиста в машинном обучении. Не такого, который научился пользоваться инструментом, а который может разрабатывать эти инструменты. Соответственно, фундаментальные дисциплины в IT-блоке. По формальной языке, потому что, в конце концов, нам нужно создавать наш встроенный язык 1С. Алгоритмы и структуры данных, паттерны проектирования, основы распределенных вычислений и архитектура компьютеров и операционных систем. Прикладные. Как раз таки, это семейство операционных систем Linux, сети, информационная безопасность, архитектура и построение баз данных, высоконагруженные системы и теория компиляторов. И машинное обучение. Современный тренд. Основы, продвинутый курс, анализ изображений, анализ текста и курс по нейросистем. Дальше я... А, вспомогательные дисциплины. Ну, это вот пример того, что читается в формате нескольких занятий. Ну, это командная разработка, там, основы, правила поведения, система контрольной версии, agile, промышленное программирование и инструменты для тестирования. Дальше я приведу пример нескольких дисциплин, поподробнее, как они организованы. Например, алгоритмы и структуры данных. Базовая дисциплина, как мы считаем, для любого системного разработчика. Это второй уровень. Она читается после трехсеместрового факультетского общего курса по объектно-ориентированному программированию. Читается два семестра. Проходят следующие темы. Это комбинаторные алгоритмы, продвинутые алгоритмы сортировки, продвинутые деревья, регулярные выражения, сжатие данных, приближенные решения по тяжелым задачам и вероятностный алгоритм. Это то, чего, как нам кажется, не хватает в факультетском курсе. Форма контроля экзамен. Дальше. Пример. Паттерны проектирования. Это дисциплина первого уровня. Считаются классические паттерны и антипаттерны. И во втором семестре в продвинутых паттернах считаются современные подходы к проектированию, подходы к обобщенному программированию и метапрограммированию. Соответственно, первый семестр — это практики. Нет никакого теоретического зачета. Второй семестр — это индивидуальные практики и потом один большой проект. Контроль, работа в семестре, потому что это практический курс. Дальше пример. Распределенные вычисления. Где предшествует факультетский курс параллельные вычисления? Что мы рассказываем? В первом семестре — это технологические основы, парализация по данным функциям, основы синхронизации, примитивой синхронизации и известные библиотеки об МПИ и МПИ вообще употребимые. Во втором семестре мы рассказываем то уже технологии, которые сейчас есть в современном мире. Это Hadoop, Hype, Spark. Для чего они нужны, где их можно применять, в чем плюсы каждой системы. Форма контроля, конечно же, экзамен, потому что первый семестр требует проверки теории. Пример мини-курса. Система контроля версий. Ну, с этим мы сталкиваемся постоянно. Когда студент приходит к нам уже работать или на стажировку, у нас, конечно же, разработка построена там на ГИТе, часть команд живет на СВНе, студент этого не знает, тратит существенное время на то, чтобы влиться в процесс. Поэтому мы читаем две пары по полтора часа, где рассказывается основа, что это такое, как этим пользоваться. Это такой чистый инструментарный курс. Он не несет в себе никакой фундаментальной нагрузки. Просто умение пользоваться инструментом. Но, читая этот курс всем студентам кафедры, кто его выбрал, обязательно для дальнейших курсов, мы решаем проблему, что студент, когда придет к нам, он уже будет это точно уметь и знать. Мы не будем тратить на это время куратора. Потому что преподаватель на 3 часа и группа в 20 человек обходится экономически выгоднее, чем тимлид команды разработки, тратящий тет-а-тет тоже 3 часа. Итоговая контрольная, письменный экзамен, ну это как, тест. Тест по задачам маленьким, по имму, как выстроить работу в системе. Вот, спасибо. Продолжение следует...